Музыка Когда куры не несутся, не поросится свинья Собяки произрастают и не ладятся делам Мы с тобой грустить не будем, музыкантом позовем И на десять миль в округе будем слышать, как поем Ой, да горе не беда, от козла не жди молока Бубен пеет, бой от души, деревенские танцы пляши Ой, да горе не беда, от козла не жди молока Бубен пеет, бой от души, деревенские танцы пляши А лихие горожане ищут золото в горах Нам и так живется славно в сердце поток и делах Если дикие соседи наточили свой топор Защитим свое хозяйство, мы всегда дадим отбор Пой, да горе не питам, от козла не жди молока Бубен, бей, пой от души, деревенские танцы пляши Пой, да горе не питам, от козла не жди молока Бубен, бей, пой от души, деревенские танцы пляши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие встречи вы проводите со своими слушателями? С фанатами, давайте уж так, да? В последнее время концерты были не часто, потому что такая эпоха карантина, а до этого мы полгода только собирали состав, полтора года назад мы только появились Такая совсем молодая группа Только-только нарепетировали репертуар и начались карантинные меры Знакомиться и... Только начинаем свой путь в телеге Как? Почему? Да, вообще, ну давайте тогда с самого начала Как вы все встретились, где вы... Да, телега, чик, что это такое? О чем? Ну, вообще путь начнем, да? Путь наш начался с Норильска Я и Артем, мы там учились, жили Вместе творили, в разных проектах участвовали Вот, потом нам пришла такая дикая идея поменять город на деревню Спасибо, а вот про Новосибирскую оригинальность Нет, подождите, это еще по пути только Первая, так откровенно Да, первая станция была в Красноярском крае Слава Где мы остановились в глухой таежной деревне Попробовали на себе сельское хозяйство и весь сельский быт Попробовали стать примерами Там наше творчество продолжилось Да, то есть у нас путь, видите, такой тележный Мы действительно завели коня и ездили на телеге Возили деревенских ребят Вот, ну, дальше мы перебрались сюда А конь, телега, все с собой или? Да нет Это все в прошлом оставили, да? Да, мы рискнули только до соседней деревни доехать Не изошла фермерская жизнь такая, нет? Ну, мы слишком творческие для деревни В деревне нужно быть традиционным и постоянным На нас корова обижалась, что мы ее вовремя не доим Потому что мы в это время фестивалем где-то Ну, отлично То есть деревня вас не приняла, учитывая, да, что в таких нарядах мало кто ходит Бросить его, что мы не могли? Да, так, так, так Ага, и... Вот, мы приехали сюда, в Новосибирск Но мы живем в Чике Артем у нас работает художественным руководителем Дома культуры в Чике Я руковожу этностудией Цепь У нас три звена в этностудии Одно звено чистый файклор женский И там мы его назвали международной музыкой переселенцев в Сибири Ансамбль за род Почему? Потому что у нас в репертуаре песни Мы вообще очень лояльны и рады любой культуре Национально, любых народов Поэтому мы поем песни латышские, украинские, белорусские Главное, чтобы народные, да, были? Да Поближе, причем к обрядности, чтобы это все было Потом у нас второе есть звено казачье направление Мы состоим в реестровом казачестве Сибирском Да, вот у нас Сергей Романов Который сейчас не вошел сюда в эфир Сын Атаманов Вот, там Слушайте, у вас своя жизнь какая-то там параллельная Там у нас чистая этнография казачья Потрясающе Ансамбль Тулумбаш Приглашайте нас, пожалуйста Мы любим такие вещи С удовольствием, с радостью Ну и третье звено, это телега Чик Потому что, получается, в телеге у нас происходит вот это каша варенье Такое мы Эксперимент, вечный эксперимент Да, экспериментируем с народной музыкой И авторство, вот у нас присутствует Артем у нас автор песен Но если вот послушать деревенские танцы Слышно все равно влияние уже народной какой-то В основе я брал народную американскую мелодию С вами все понятно А как потянулись все остальные в Чику? В телегу Чику? Как все остальные? Ну мы чрезмерно активны Валерий Коряков, например, наш сотрудник Просто коллега, мы работаем вместе в Доме культуры Он очень опытный музыкант Играл много лет Как микрофон? Челдона Государственная ансамбль Челдона Очень опытный балалайщик Валерий, расскажите о вашем творческом пути Как вы дошли до телеги Чик? Или она к вам дошла? Приехала Скорее всего, приехала к нам в Чик Мы встретились, попробовали поиграть И поняли, что это можно делать И разнообразие Как раз мы хотели набиться разнообразия А как вас, местный народ, как приняли Как приняли местные вас? Жители Чика? Да, да, да Понравилось? За родных Я подозревала, что нам давно надо было в Новосибирск сразу направить свои стопы Без промежуточных вот этих попыток Да Нам комфортно И с жителями И с городом Как-то естественно мы так влились Я так понимаю, у вас уже какие-то и победы есть И уже вы поколесили Повыступали где-то Название обвязывает Назвался телега Коднеси Мы прям первым делом, как телега назвались Так сразу в Колывань поехали На ярмарку Это уже гастроли, да? Да, сразу же, прям в первых дней Чего резину затянуть Пока колеса смазаны Так как там на концерт На большой концерт программ еще не было готово Мы начали с конкурса От Дома народного творчества Сибирский формат, он сейчас называется Тогда был эстрадный перекресток В девятнадцатом году И мы удивились Там было очень много достойных групп Совсем в Сибирской области И Кемеровской Мы себя чувствовали так неуверенно Но заняли первое место В рято первой степени Разделили его с несколькими Другими достойными группами Молодцы Сразу начинают с первого места Друзья Мы на несколько минут Прервемся На информационную паузу У нас фулл-рок Группа Телегачик в гостях Не переключайтесь Группа Телегачик Пришел Ваня Через мосточек Через калиновый листочек В опяту попал Эй-эй-эй-эй Ой, в опяту попал Да попал Ваня В опятицу Во холодную водицу Воду он мутил Эй-эй-эй-эй Ой, воду он мутил Вот та девчоночка Платье мыло За рученьку хватило Зовет Ваню в лес Эй-эй-эй Ой, зовет Ваню в лес Да пойдем, Ваня Валя сочек На одинненький часочек Мы двое с тобой Эй-эй-эй Ой, мы двое с тобой Когда солнышко прогляня Раса утриня привяня Тогда ко двору Эй-эй-эй Ой, тогда ко двору Ой, да и тогда Я до дворца Да целовала Молодца Да прощай, мой милуй Эй-эй-эй Ой, прощай, мой милуй Ой, да ты прости Прощай, милая Прощай, радость дорогая Не забудь меня Эй-эй-эй Ой, не забудь меня Ой, да я тогда Тебя забуду Когда молода Не буду Замуж отдадут Эй-эй-эй Ой, замуж отдадут Друзья, всем тем, кто только что включил программу «Доброе утро» еще раз здравствуйте В студии по-прежнему Станислав Чебриков, Анастасия Фефилова И мы продолжаем знакомиться с замечательной группой «Телега» Не просто группа, фолк-рок, группа по именам всех с удовольствием назову Елена Громова, руководитель коллектива Артем Громов Валерий Коряков Евгений Печкин и Алексей Шевченко Еще раз доброе утро Да, не с пустыми руками к нам пришли ребята Принесли сюрпризище не только для нас, а для всех-всех-всех 30 января в 15.00 в доме на Каинской Можно с ребятами лично познакомиться Ребят, вы окрепли, вы встали на ноги Радуете не только в чике своей музыкой А теперь уже вышли и уже на Новосибирскую область На международный Новосибирский уровень Да Что это за мероприятие? Как долго к нему готовишь? Что там будет веселого, танцевального? За время пандемии у нас было много времени Мы записали свой, получается, дебютный студийный альбом «Стоит лесу дом» Его можно найти на нашей страничке ВКонтакте В свободном доступе А кроме того, мы подготовили Две совершенно разных концертных программы Они разные и по инструментарию То есть в одной программе Лена играет на виолончели Многих других инструментов Которых вы сегодня не увидите И не увидите в другой концертной программе Только 30 января А 30 будет программа Направлена на русскую традиционную музыку Это русский фольклор В обработке В обработке мы не стесняемся Примешивать самые неожиданные мелодии Других традиций То есть? И тайская музыка прослеживается Вот сегодня мы исполним песню Русская песня сочетается с тайской национальной мелодией Американскую кантри-музыку Мы тоже уважаем Есть у нас рок-н-ролл Блюз Какие-то моменты Где-то басовые Да, это все, что любят народу Где-то промежка на басу Да, блюзовые Где-то что-то с рок-н-ролла Какие-то элементы А что еще будут мероприятия? Какие еще изюминки? Фишки? Может быть, что-то такое Как будете еще знакомиться С себя? Со своим творчеством Да, да, да Тем более я поздравляю для вас Очень плодотворно эта пандемия прошла Вы молодцы, правда Если бы, то есть, не выпустили всех из заточения То бы бы еще альбомов пять А я знаю почему Потому что это телега Да, телега должна все время двигаться Лена По поводу творческой встречи в доме на Каинской Которая, да, 30-го числа состоится Как мы проведем эту встречу Как пройдет наше знакомство, наш концерт Это останется секретиком Приходите и все увидите и услышите Артем, хотел вас спросить А тяжело ли творить, писать в стиле русских народных Вообще народных песен? Ну, дело в том, что для нас русская традиционная музыка Это как бы наша специальность У нас с Еленой соответствующее образование Евгений Печкин, он хоть и пианист по образованию Но 20 лет посвятил фольклору То есть, для нас это естественно Это как бы наш досуг Чтобы нашу профессиональную деятельность Немножко разнообразить Мы уже примешиваем туда фолк-рок То есть, к фолку добавляем рок Евгений, вы больше рокер Или все-таки музыкант в стиле фолк? Я не могу сказать, что я рокер Я больше вырос на... По виду вы ковбой, это понятно Это сегодня Вообще, я очень люблю традицию казачьей песни Но так как я обременен образованием музыкальным Я пианист изначально Знаете, это замечательно, когда музыкант обременен музыкальным образованием Это была шутка, да Вот, я люблю разную музыку Я люблю джазовую, вот Но вырос я вот То, что я сейчас умею Именно на традиционных На традиционных песнях, на казачьих И я для себя в этом нашел очень большой багаж Для развития, вот И поэтому Для меня это ценно Он не рассказывает, что преподает физкультуру под балалайку Вы учитель физкультуры? Совмещаете? В детском саду Да, я на самом деле тоже занимаюсь разными вещами То есть я музыкант Я еще плюс видеооператор И я учитель музыки Решено, я девчика Мне кажется, что мы с тобой много чего Мы его здесь подхватили Ну, Новосибирец Как Алексей Алексей, вы у нас, так сказать, темная лошадка Еще не охватили мы вас Как вы попали в коллектив И какую музыку слушаете? Пока не слышат коллеги Вообще, я попал в коллектив из Красноярска Я там родился, вырос, обучался Вы просто ездили по Сибири Воровали людей в свой коллектив? Да, что-то типа того На телеге Я получал образование в колледже искусств Именно Роткевича И мне очень нравятся, в принципе, любые музыкальные эксперименты Я это очень поддерживаю И после пары пробных попыток Мне это очень понравилось И я решил остаться Да ладно, коллектив же Он мой зять просто Серьезно? То есть вот эта красивая история Вместо салфикации меня полная отруча У нас такой колоритный очень У вас какой-то душевный коллектив Такой образовался еще Вы как большая семья Вы даже производите впечатление Будто к нам пришла большая семья Знаете, от всей души вам желаю Чтобы, в общем, и альбомы писались И никаких пандемий не было И чтобы очень много зрителей пришло к вам на концерт 30 января в 15 часов В доме на Каинской Творческая встреча с фолк-рок группой Телега Чик Елена Громова Руководитель коллектива Артем Громов Валерий Коряков Евгений Печкин И Алексей Шевченко Спасибо, друзья, что пришли Творческих вам успехов Удачи вам А всем зрителям Мы желаем горячего Оранжевого настроения Несмотря на то, что на улицах мороз И причем довольно крепкий Приближаются крещенские морозы Ой, вы морозы Ой, вы морозы Вы морозы Крещенские лёгкие Вы морозы Крещенские лёгкие А вам хорошего настроения Спасибо Спасибо